Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бобруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бобруиск Лайв. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Согласны ли вы с высказываниями, что импортозамещение – это общенациональный тренд развития? Это точка роста для каждого предприятия. В советские годы ей был присвоен государственный знак качества. Планируете ли развивать эту славную традицию? Горбо нести имя красного пищевика и гордиться еще больше теми продуктами, которые мы делаем. Практически никто такой зефир не выпускает. Это наше ноу-хау. Мишки хариба, да? То есть красный пищевик, мне кажется, по мармеладкам на любой вкус и цвет. В Беларуси никто в таком, кстати, масштабе профессионально не делал этот продукт. Мы держим качество свое. Верность родителям у нас слоган. Беларусь занимает первое место среди стран-импортеров продовольственной продукции в Россию. У нас схожие менталитеты, у нас схожие вкусы. Нам здесь очень понравилось. С какими показателями красный пищевик подбел итоги 2023-го? Мы начали многие эмиссионные проекты, которые будем завершать, в том числе, в 2024 году. Евгений Петрович, здравствуйте. В 2020-м Беларусь пересмотрела свои отношения на многие вещи, в том числе на возможности отечественных производителей. Согласны ли вы с высказываниями, что импортозамещение – это общенациональный тренд развития? Добрый день. Да, в целом отвечаю на вопрос. Да, согласен. Для всех предприятий внутренний рынок все равно остается ключевым. Особенно это касаемо продовольственной безопасности и предприятий, которые выпускают, в частности, и кондитерские изделия. И для нас. Он ключевой, он максимально эффективный, он домашний, он понятный, он прогнозируемый. Поэтому он ключевой. И импортозамещение здесь играет большую роль, потому что это точка роста для каждого предприятия. А как оцениваете развитие кондитерской отрасли страны в целом? Кондитера сегодня находятся на довольно-таки высоком уровне своего развития. Это касается и технического переоснащения предприятий, это касается и традиций, традиций качества, это касается и людей, которые там работают, персонала. Поэтому продукция, которую мы выпускаем, она высококонкурентная, она востребована, как на внутренних, так и на внешних рынках. В 2024 объявлено годом качества. Кондитерская фабрика вот уже на протяжении более 150 лет держит марку, и в советские годы ей был присвоен государственный знак качества. Планируете ли развивать эту славную традицию? Эта тематика сейчас у всех на слуху, ей придали импульс. На мой взгляд, это добрая традиция, которая в определенном промежутке времени была утеряна. Многие предприятия не гордятся теми продуктами, которые выпускают. Но должен быть некий символ, который это подтверждает, и которым мы, опять же, через него гордились своими продуктами, своими предприятиями. Да, у Красного Пищевика были знаки качества полученные, они имеются. Вот историю же не сотрешь. Поэтому, когда этот знак возрождается, мы, конечно же, тоже будем в ряду первых, кто подаст заявку на его получение. Потому что мы сохранили те традиции, которые были еще заложены в советское время. Есть те продукты, которые были заложены, и рецептуры, они сохранились. Они переросли с ГОСТа в стандарты, но продукция делается по стандартам, по СТБ. И мы их продолжаем и будем подаваться на этот знак для того, чтобы гордо нести имя Красного Пищевика и гордиться еще больше теми продуктами, которые мы делаем. Я как потребитель вашей продукции уверена, что так и будет, что вы одни из первых получите этот знак. Мы уже, я добавлю, мы уже поднимаем архивную документацию, все мы смотрим, как и на какие конкретно продукты были поданы заявки, и в какое время они были получены, для того, чтобы вот это вот возобновить. Предприятие может предложить качественную альтернативу многим импортным лакомствам. Что нужно для того, чтобы достойно конкурировать на мировом уровне? Вы сами ответили на свой вопрос практически. Это в первую очередь качество. Плюс качество надо добавить стабильность. Это некая там разовая поставка, это постоянный уровень качества. И еще один немаловажный аспект, который сегодня вот диктует рынок, это нужно, чтобы твою продукцию увидели. То есть мало того, что ты сделал хорошо, качественно и стабильно, важно донести это до конечного потребителя. Это уже через определенные механизмы рекламы, продвижения, маркетинга и тому подобное. Вот, на мой взгляд, три основных залогуспеха. Если привести пример, то вот есть, допустим, знаменитые, многие знают, там, мишки Хариба, да? То есть красный пищевик, мне кажется, по мармеладкам, тут на любой вкус и цвет. Вы делали ставку именно на импортозамещение в этом вопросе? Да. Да. Ну, как вы, наверное, уже знаете, мы два года назад ввели в эксплуатацию наше предприятие в Славгороде. Как раз-таки оно нацелено на импортозамещение. Это жевательный жирейный мармелад, да, аналоги европейских потребителей. Получилось так, что в Беларуси никто в таком, как сказать, масштабе профессионально не делал этот продукт. Вот мы немножко сделали на головной площадке, но мы хотели увеличить и ассортимент, и качество, и заместить в полной мере импортные аналоги. И построили эту площадку, мы сделали хороший продукт, он достоин мировым брендам. Вот. И это было хорошим ответом по импортозамещению. За вашими новинками порой тяжело следить. Насколько, на ваш взгляд, важно, чтобы постоянно вот что-то новенькое появлялось на рынке? Очень важно. По одной простой причине, что сегодня потребитель, он на самом деле избалован. Вот. Людям хочется всегда что-то новенькое. Люди хотят эмоций дополнительных, новых чувств. И это сподвигает нас на поиск решений. Мы должны удовлетворить свои потребители. Как мы говорим, мы дарим людям радость. Вот. Поэтому над этим работают наши маркетологи, технологи. Мы постоянно в поиске новых продуктов. Вот. В связи с этим рождаются и новые формы, новые вкусы мармеладов. Именно поэтому родился наша новая продукция. Это жевательный зефир. Это некий симбиоз зефира и мармелада. То есть жевательное свойство мармелада с полезностью дополнительной пюре, которое содержится в зефире. Вот. Поэтому это важно. Беларусь занимает первое место среди стран импортеров продовольственной продукции в Россию. Какая доля экспорта красного пищевика? Вы имеете в виду в Российскую? Да. В Российской Федерации. Россия для нас было, есть и останется ключевым внешнеторговым партнером. Из экспорта наша доля в Российскую Федерацию более 85% составляет. То есть основная доля идет экспорта в Россию. Почему? Продукт. У нас схожие менталитеты. У нас схожие вкусы. Поэтому рынок российский ключевой для нас, если говорить про внешний. Но тем не менее, все равно Красная Пищевика поставляет свои продукции во многие страны. Это более 15 стран сегодня. Мы активно и постсоветское пространство отрабатываем, и построим туда продукцию. Китай. Вот была пробная поставка, как это ни странно прозвучит, продукции в прошлом году в Новую Зеландию. То есть даже до туда доезжает продукция Красного Пищевика. И получает положительные отзывы. Звучит очень гордо. Да. За наш город. Я знаю, что в прошлом году у вас открылся новый магазин фирменный в Москве под названием «Бабульский зефир». Наверняка он пользуется там успехом. Да. Очень удачный проект. Мы на самом деле протестировали это открытие на павильоне ВДНХ. Это была первая точка. Давно идея этого витала у нас в голове, как расширять свою фирменную сеть и франшизу на территорию Российской Федерации. И тут получили шанс открыть свой павильон на ВДНХ. И он показал, что проект может быть успешным. Показал на практике. И да, в прошлом году мы открыли уже точку в самом городе. Она работает успешно. Где-то от 75 до 80% покупателей в наших точках – это постоянные потребители. То есть о чем это говорит? Что люди пробуют нашу продукцию один раз, и они опять возвращаются специально за нашей продукцией. Она прибыльна, она рентабельна. Это нам опять же готовая бизнес-модель для масштабирования. То есть мы сейчас в поиске партнеров, которые готовы будут открыть точки под торговой маркой «Красный пищевик», вернее, «Красный пищевик», «Бобруйский зефир» на территории Российской Федерации. И опять же быть нашим партнером и продавать нашу продукцию. С какими показателями «Красный пищевик» подвел итоги 2023-го? 2023-го довольно-таки успешный для нас год. Мы увеличили загрузку мощностей. Если немножко говорить про цифры, то мы совместно со Славгородом выпустили более 16 тысяч тонн кондитических изделий. Выпустили и продали. Мы закончили год прибыльно, рентабельно. У нас более 9% рентабельности. Мы начали многие инвестиционные проекты, которые будем завершать, в том числе и в 2024 году. Мы сохранили, опять же, и где-то приумножили наши традиции и качества, мы сохранили персонал. Вот, поэтому все хорошо. Бобруйский, белорозовый и в шоколаде. Мармелад, халва разных видов, и рис, дрожжи, конфеты. В ассортиментном перечне более 360 рецептур. История кондитерской фабрики началась полтора века назад. А знаменитую воздушную сказку на ней стали производить в 1934-м. Зефир любит, чтобы с ним обходились нежно, чтобы его не деформировали. Тогда он сохраняет свою структуру. Незабываемый вкус детства сохранили. Бобруйский зефир – одна из визитных карточек нашего города и главный предмет гордости предприятия. Его уникальность в сочетании вкусного и полезного. Аромат ягод и фруктов кружит голову. Глаза разбегаются. Воздушно-сахарные половинки здесь повсюду. На ленте конвейера, на деревянных поддонах и зефирных многоэтажках, которые составляют лотки сладостей. И хоть формуют изделие современное оборудование, отсаживают его, как и много лет назад, на дерево. Лакомству необходимо отдохнуть. Зефир, который мы делаем по классической технологии, мы должны сутки отстоять на деревянных досках. Он должен ненужную влагу отдать доске. Только деревянная доска может необходимый объем забрать этой самой влаги. Основной ингредиент для приготовления зефира – яблочное пюре. Хранят его в специальных цистернах под открытым небом по 50 тонн в каждой. Срок годности полезного ингредиента – 2 года. Замечу, что только крупные предприятия могут себе позволить сами заготавливать яблоки. Это очень трудоемкий процесс. Яблоки нужно заготовить сначала, газировать их, вымыть, потом переработать их в пюре. И потом хранить, сами понимаете, 3000 тонн. Хранить – это надо огромная территория специальных бункеров, которые подогреваются зимой, охлаждаются летом. И поэтому, как бы, это не каждый себе частник позволит такой крупный подготовительный участок, как у нас. Поэтому, как правило, яблочное пюре только мы в основном и добавляем в таких больших количествах. У нас не менее 25, порядка процентов, 25-30 процентов яблочного пюре. В пастиле – не менее 50. На фабрике работают по двум технологиям – классической и ускоренной. Сутки лакомства путешествуют по цеху и сушильным камерам, а затем отправляются на конвейер. Первым делом зефир посыпают сахарной пудрой, затем склеивают вручную. Да так ловко и быстро, что сложно представить, как этот процесс можно усовершенствовать. Сотрудницы, не глядя, перебирают пальцами. На одну зефирку ходят меньше секунды. Работают по ГОСТу, верны традициям. Все наши рецептуры, когда была тенденция переходить с ГОСТов наших советских на ТУ, как правило, ТУ – это ухудшение качества продукта. Это уменьшение, скажем так, стоимости его. Соответственно, как бы, надо что-то хорошее от этого убрать, что-то плохое добавить. У нас все наши ТУ, то, что мы сделали на основании советских ГОСТов, они сто процентов остались неизменными. Мы ничего не поменяли там, то бишь, на ухудшение у нас никогда тенденции и направленности не было. Мы держим, как бы, качество свое, стараемся. Верность традициям у нас слоган. Гордость предприятия – участок ручной работы. В этой творческой мастерской зефир превращается в боровики с шоколадными шляпками и одуванчики в вафельной крошке. Бобруйский в шоколаде с арахисом прославляет не только красный пищевик, но и наш город далеко за пределами Беларуси. Сегодня вкус детства поставляют и в Америку, и в Израиль. Но больше других зефир любят в странах бывшего Советского Союза. Большую часть мы поставляем на внутренний рынок. А на внешних рубежах мы торгуем, естественно, со всем постсоветским пространством. Ни одна республика сейчас не осталась в стороне, работаем со всеми. Ну и дальние зарубежья. Америка, Израиль традиционно. Новая Зеландия была отгрузка. Латвия, Литва, Эстония. Зефир в шоколаде делают по ускоренной технологии. Машина сама отсаживает массу. Вместо естественной сушки инфракрасная прямо на ленте конвейера. Тут же глазировка. Покрытое шоколадом лакомство проходит через длинный холодильник. Два часа и готово. Есть условия, при которых зефир сохраняется долго и остается качественным. А при нарушении температурно-влажностных режимов, естественно, происходят изменения. Такие, как выступление влаги, изменение структуры, кристаллизация сахара. Физические процессы никто не отменял. Расширять географию поставок и завоевывать сердца зарубежных сладкоежек на предприятии планируют в том числе и благодаря мармеладу. На него больше спрос. Белорусские лакомства любят в первую очередь за натуральный состав. Сегодня здесь работают на вкусовые предпочтения жителей Поднебесной. Они очень не любят сладко. К нам делегация приезжала китайская, сказали, что слишком сладко. Поэтому мы учли все их пожелания, стараемся сейчас какие-то новые виды прорабатывать. Дадим им образцы. Ну, будем стараться, что-нибудь придумаем. На современном оборудовании мармеладное дело идет быстрее. Здесь отливают знаменитые цитрусовые дольки. Зрелище завораживающее. Фруктовые реки струятся по линии и стекают в холодильник. Это закрытая часть конвейера длиной в несколько метров. Здесь продукция застывает. После эластичные жгуты нарезают на сотни долек. Полный цикл производства. На все про все час вместо 24. Линейки жевательного мармелада торговой маркетинки отлично справляются с чувством голода и умеют заряжать энергией и позитивом на весь день. Это хорошее замещение хариба, хорошее замещение продукции российской. Понятный состав, чистый. Там сочетается студнеобразователь пектин и желатин. Она имеет кусательную структуру, очень приятную. Необычное и восхитительное сочетание двух излюбленных продуктов многих людей. Кофейные зерна обжарены до совершенства и покрыты вкуснейшим слоем настоящего шоколада. Маленький шедевр вкуса, который поднимает настроение и зарядит энергией на весь день. Серия жевательного зефира торговой марки Love Story со вкусом bubble gum. В этом уникальном продукте нежная текстура, сочетание полезных пектина и желатина. Практически никто такой зефир не выпускает. Это наше ноу-хау. Дрожжеперепелиные яйца – уникальный продукт, способный подтеснить на полке популярные конфеты зарубежных производителей. Арахис идеально обжаренный накаткой шоколада и сверху сахарная глазурь. Это абсолютная замена M&M's. Мы выигрываем как в цене, так и в фасовке. Фасовка 75 грамм, и мы на полке чуть дешевле, чем M&M's. Это абсолютное импортозамещение. Покупатели уже знают наш продукт, они с ним знакомы. Одно из приоритетных направлений – промышленный туризм. Для предприятия это отличная возможность стать ближе к потребителям. Для гостей уникальный шанс увидеть, как рождаются сладости эксклюзивной ручной работы – одуванчики, метеориты, грибочки. Для гимназистов из Лиды это и прекрасный повод попробовать свои силы в освоении нелегкой профессии глазирования зефира. Учащиеся 6 класса мечтали давно приехать на Красный пищевик для того, чтобы увидеть воочию, как производится такая вкусная, сладкая, интересная для них продукция. Приехали мы с точки зрения проведения профориентационной работы, ну и просто с целью развития познавательных интересов наших учащихся. И нам здесь очень понравилось. Сладости от кондитерской фабрики – прекрасный выбор тех, кто отдает предпочтение стабильно высокому качеству и натуральности оригинальной продукции, которую можно найти в любом продовольственном магазине Беларуси. Легендарные лакомства от Красного пищевика украсят любой стол и привнесут особый уют в беседу за чаепитием. Ваш зефир – это обязательный сувенир, привезенный из Бобруйска. Мы преследуем две цели. Это, как говорится, и себя показать, и на людей посмотреть. Каково возглавлять одну из самых знаменитых и любимых фабрик страны? Здесь чувствуется гордость за то, что было сделано, за то, что я сегодня несу, и за то, что у меня есть шанс продолжать, где-то приумножать. Какую продукцию Красного пищевика лично вы предпочитаете больше всего? Топ последних лет – это драже, перепелиные яйца. Это, конечно, всегда атрибутика. Вот у меня, когда гости приходят или дома, или сюда, я угощаю всегда. Это лучше, чем Медемс. Это прямо вот самое сердечко. Зачастую проводишь время здесь больше, чем дома. Можно ли назвать вашу жизнь сладкой? Да, да. И, конечно, Красный пищевик здесь занимает большое место. Как вам идешь на предприятие? Почему-то все работники улыбаются, наверное, потому что кругом столько сладостей. Люди – самый ценный актив. Евгений Петрович, вы прошли путь от руководителя технического отдела до директора. Знаете, производственный процесс изнутри. Каково возглавлять одну из самых знаменитых, любимых фабрик страны? Это почетно. Это ответственно. Это гордо. Потому что имя Красного пищевика сформировано задолго до моего появления здесь. И здесь чувствуется гордость за то, что было сделано, за то, что я сегодня несу, и за то, что у меня есть шанс продолжать и где-то приумножать. Зачастую это гордость, на самом деле. Потому что мы получаем в основном только положительные отзывы от наших партнеров, от ближнего и дальнего зарубежья. Но Красный пищевик знает много где. И в стране, и за ее пределами. Поэтому руководитель Красного пищевика – это, конечно, гордость, но и в соответственном уровне ответственности. Кроме рабочих моментов, какое внимание уделяете общественной деятельности? Если говорить про себя лично, то я не скажу, что я слишком публичный человек. Нет. Но, понимая всю степень ответственности, Красный пищевик все-таки активно принимает участие в общественной жизни и города, и области, и страны. Наверное, сегодня нет ни одного значимого республиканского события общественного, в котором мы не принимаем участие. Мы с удовольствием всегда откликаемся на любой призыв, на все мероприятия. Мы участвуем там или как партнер, или же как проводим дегустационные мероприятия, презентацию своих новинок. То есть это не только участие и помощь в общественной жизни страны, но это же, с другой стороны, и презентация своего предприятия. Поэтому здесь мы вот две цели преследуем и всегда идем навстречу. Мероприятия, вы не пропускаете, по-моему, никакие выставки, в том числе международные. Насколько важно это, на ваш взгляд? И приносит это результат ли? Оно важно в двух направлениях. Конечно же, не все. Мы тоже подходим избирательно, где участвовать, если имеется в виду выставки, где не участвовать. Оно важно, если мы едем, мы преследуем две цели. Это, как говорится, и себя показать, и на людей посмотреть. Первое – это презентация предприятия очередная и своих новинок, достижений, продукции. Второе – это, конечно же, мониторинг рынка. Мы следим активно за конкурентами, спать здесь тоже нельзя. Что новенького появляется на рынке, что новенького появляется в мире, какие тенденции. Это касаемо и техники, и технологии, и людей, и бизнес-процессов. То вот мы преследуем эти цели. А какую продукцию красного пищевика лично вы предпочитаете больше всего? Есть у вас топ-3 любимого чего-то? Ну или вообще прям вот? Вы любите больше всего вот этот зефир, потому что самый вкусный? Я люблю всю продукцию красного пищевика. Ну, это может быть ответ такой масштабный, но на практике, если честно, я немножко так чередую. То есть есть периоды, когда вот что-то выпустили новенькое, я больше мармелад, да, там вот в том числе и славгородский. Конечно же, вот этот наш последний топ последних лет – это драже, перепелиные яйца. Это, конечно, всегда атрибутика. Вот у меня, когда гости приходят или дома, или сюда, я угощаю всегда. Вот, очередная новинка появляется вот тот же жевательный зефир. Вот это вот на сегодняшний день, наверное, вот я вам назвал топ-3. Классика, она неизменна. Это 100% наш зефир, зефир-шоколадь – это 100%, но вот у меня это происходит так. Я периодически продукты меняю. Что бы не приелось? Что касается, кстати, перепелиных яиц, я многих своих знакомых опросила, и некоторые сравнивали с ММДЭМСом, но, честно, я скажу, что это лучше, чем ММДЭМС. Это прямо вот самое сердечко. Спасибо. Ваш зефир – это обязательный сувенир, привезенный из Бавруйска. Что лично для вас значит «красный пищевик» и можно ли назвать вашу жизнь сладкой? Отвечу по порядку, да? «Красный пищевик» – это сегодня, ну, в первую очередь, это, конечно же, место моей работы. Это уже как семья, потому что зачастую проводишь во времени здесь больше, чем дома. Наверное, «красный пищевик» – это уже какой-то образ даже в голове, это образ какого-то живого организма, сильного, мощного, развивающегося. Можно ли назвать вашу жизнь сладкой? Если касаемо «можно ли назвать мою жизнь сладкой», я ее расцениваю как целую мою жизнь, то да. И, конечно, «красный пищевик» здесь занимает большое место. Не без сложностей, как и у каждого человека. Есть трудности, которые мы с радостью преодолеваем, проблемы, которые каждый день сваливаются. Это все понятно. Но в целом мы их решаем, и это самое главное. И это приносит определенные положительные результаты и положительные эмоции. Как вы считаете, в чем сила в кондитерской фабрике? В коллективе именно в тех традициях, которые были заложены ранее, 50 лет назад и более, в преемственности. Но опять же, все своими ручками делают люди, которые работают на предприятии. Поэтому, на мой взгляд, оно касаемо взгляда со стороны любого предприятия, его делают люди, которые работают. И если предприятие несет определенные традиции, идет последовательным путем, то оно имеет успех. Вот я касаемо людей. Поэтому люди – самый ценный актив. Я, кстати, заметила такую вещь, что, как вам не попадешь на предприятие, почему-то все работники улыбаются. Наверное, потому что кругом столько сладостей, и настроение само по себе хорошее должно быть. Атмосфера. Я думаю, что и социальные пакеты, и условия для людей здесь созданы такие, что у вас и текучки, да, как таковой. Нет? Она минимальна, да. Ну, мы стараемся пакет постоянно тоже расширять, вот, и страхование, и все, конечно, гарантированные все выплаты. Вот, и что касаемо, вот, неких физкультурно-оздоровительных мероприятий, то мы поддерживаем. Это очень важно. Какие планы ставите на 2024? Амбициозные. Мы понимаем, что нам есть над чем поработать. В 2024 году у нас в задачах вывести наше дочернее предприятие в Славгороде на проектную мощность. Это уже более 3,5 тысяч тонн конеческих изделий выпуск в год. Ну, к слову, я уже немножко говорил, но в этом году мы выпустили 2,5 тысячи тонн. Вот. Это, соответственно, поиск новых рынков. Это увеличение загрузки производственных мощностей на головном предприятии. Это завершение наших крупных инвестиционных проектов. Вот у нас сейчас идет на головном предприятии модернизация котельная, которую мы должны завершить успешно в первом полугодии. Это у нас есть еще дочернее сельхозпредприятие. Там мы строим молочный товарный комплекс. Тоже большая сумма инвестиций. То есть, если говорить о масштабах, то это по инвестициям номер один. Вот прошлый этот год. То есть, завершить успешно тот проект, запустить его. Ну, и в этом году мы хотим разработать для себя стратегию развития. У нас есть одна свободная площадка здесь на головном предприятии. Мы все вот думаем, что же там новенького реализовать. И вот мы хотим эту бизнес-стратегию завершить тоже в этом году, чтобы уже с 25-го поступить к ее реализации. Я не говорю сейчас про финансовые показатели. Понятно, наверное, зрителю это не совсем будет интересно. Основная цель любой коммерческой организации – это получение прибыли. Это само собой. Это мы как работали прибыльно, рентабельно, так задачи и цели такие стоят. Это, естественно, заложено определенный процент роста, мы не стоим на месте. Вот это само собой разумеющееся. Каким вы видите будущее красного пищевика через 5 лет? Как я говорил уже, это красный пищевик. Для меня это некий образ. Поэтому это уверенный в себе человек, устойчиво стоящий на ногах и смотрящий вперед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!